Шалом, дорогие друзья! Следующая история и не история вовсе, а на самом деле это некий урок, который мы можем извлечь для нашей жизни. Рассказывается эта история от имени Баальшим Това. Жил некий еврей в местечке, обычно такой еврей, ничем не выдающийся, жил в своем маленьком домике. И вдруг в один светлый день раздался стук в дверь. Открывает он дверь, стоит некий мужчина в дорогом костюме, с запонками, весь элегантный, и говорит, дорогой мой друг, у меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Я тебе предлагаю прямо сейчас очень много денег за твой дом и за твой участок. Так, подожди, если я тебе продам сейчас свой дом, а где я буду жить? Он говорит, не-не-не, мне твои уникальные предложения не нужны. И захлопнул дверь. Проходит какое-то время, опять стучат в дверь. Опять стоит этот человек, он все никак не уходит. Он говорит, слушай, ты не готов продать мне свой дом? Я хочу тебе купить всего один гвоздь в твоем доме. Тот подумал, говорит, не, ну гвоздь-то можно продать, тем более за такие деньги. Он говорит, ладно, по рукам. Подписали договор, я продаю тебе всего один гвоздь в стене, который находится в моем доме. И они порешали. Этот человек подошел, снял свое дорогое красивое пальто, повесил на этот гвоздик и ушел. Проходит какое-то время, проходит несколько часов, этот человек и думать забыл об этом гвозде и об этой сделке. Пошел спать, видит третий сон, как вдруг посреди ночи раздается стук в дверь. Тук-тук-тук. Он думает, кого принесло в такое время? Открывает дверь, стоит этот человек, он говорит, добрый вечер, я пришел за своим пальто. Он берет свое пальто, снимает с этого гвоздика, надевает на себя, а вместо пальто вешает на гвоздик мешок с картошкой. Разворачивается и уходит. И так продолжалось несколько ночей, пока вдруг один раз этот человек не приходит с очередным мешком, который он собирался повесить на гвоздик. Но в этот раз в мешке падаль, которая настолько сильно воняет, что этот бедный еврей понимает, что в своем доме он находиться больше никак не может. Он собирает все свои вещи и просто уходит из дома, потому что он настолько провонялся, что жить там больше невозможно. Вроде бы и вся история. На самом деле это история о том, что в каждом из нас есть такой человек, который пытается нам что-то продать. На самом деле не человек, это наше злое начало, которое хочет все время, чтобы мы делали уступки, чтобы мы уступали важные вещи в нашем служении Всевышнему, в хороших делах. Но в итоге он не дурак. Он понимает, что если он предложит нам отказаться от чего-то фундаментального, важного для нас, то мы никогда на это не согласимся. Поэтому он предлагает отказаться всего от одного гвоздика, от каких-то мелочей, которые нам кажутся не столь масштабными. Сегодня мы чуть-чуть опоздали, завтра мы немного уступили, но в итоге это всегда заканчивается тем, что мы можем потерять целый дом. То есть потерять все наше служение Всевышнему. Поэтому помните о том, что как раз на таких мелочах и держится наша борьба со злым началом. Момент мудрости «Сколель Тора». Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok